мир всем мы сейчас находимся на кладбище сегодня день поминовения усопших всей всей нашей большой семьи пришли называется день радоница вот я стою у могилки нашей бабы честь которой названа наша улица баба очень интересный человек был у нее 12 детей только было но 10 из них живых двое умерли человек который всю жизнь работал как-то не унывали много бед пережили там и голод и все у них было вот мы вчера тут порядок навели как бы зачем это надо понятное дело что тем кто уже умер это уже не надо вот если человек был верующий то есть и достиг саж то небесное то наверное те люди просто молятся за тех кто остался в живых вот а зачем это нужно нам чтобы еще раз напомнить что мы все умрем также кто-то умрет в молодом возрасте кто-то в старости но мы все в любом случае все окажемся там будь ты крестьянин будь ты миллиардер там какой-нибудь и все умрем и что останется после нас то есть после нас пойдут за нами дела какие мы делали вот хорошие ли мы дела в этой жизни делали или плохие вот был такой очень известный проповедник четвертом веке иоанн златоуст он говорит если тебя ну например как будто бы позвали в один день там и на свадьбу и там какие-то знакомые позвали на поминки на похороны то есть ну на христианские понятно не там где выпивка там и все такое то будет лучше едино на поминки на похороны почему потому что это тебе еще раз напомнит о том что ты ты умрешь и готов ли ты к этому это еще раз тебя побудит отрезвить тебя потому что ну в этой суете в жизненной понятно что мы живем мы в этом теле нам нужно его чем-то питать одевать там строить что-то долги какие-то деньги там покупаем продаем вот суета такая страшно что ну просто человек как бы как как бы забывает что как будто ему жить еще там и он не умрет никогда или умрет но когда-нибудь потом поэтому для этому сюда и приходим для этого наводим здесь порядочек садим цветы это все нужно нам делаем это еще для того чтобы ну почтить память потому что мы же люди приятно было я помню бабу когда она была живая и думаю как я был совсем молодой как неправильно было приходил к ней например и там чуть-чуть побудешь у нее ну там поговоришь что-нибудь и она видит что ты там жмешься типа быть тебе быстрее надо там куда-то бежать он так а ну ладно беги уже там играй вот думаю и чтобы с бабой посидеть бы как-то подольше поговорить старый человек то есть но сидит один понятно там уже и стать уже ходить не может поэтому надо все успевать делать свое время не тогда когда уже все это прошло а потом жалеть там о чем-то то есть пока ты молодой надо успевать и помогать и старым в том числе вниманием уделять вот и обязательно приходить сюда чтобы потом тебе когда ты тоже умрешь тоже приходили сюда мало того что если мы верующие ну мы верим в то что люди молятся ну по православному учению что ли что как-то как-то тем кто умер там как-то это на них влияет вот как-то каким-то образом там не знаю то ли легче им там как-то становится то ли там жития святых было где-то понятно что кардинально ты здесь уже ничего не изменишь с чем человек предстал после своей жизни с тем он и будет там уже либо оправдан либо наоборот наказан для вечного значит блаженство с богом в раю либо для вечных мучений в аду вот но мы все равно чтим память приходим сюда молимся наводим порядки поминаем подаем милостыню а если милостыню подаешь чтобы чтобы помолились люди о человеке о каком-то вот соответственно если например ты ее принял ты должен обязательно помолиться либо ты ее вообще не принимаешь либо ты берешь и молишься желательно естественно знать что это человек верующим был крещённым ну и так далее вот ну все мы будем дальше помолимся и пойдем и момент такой интересный вот мы в деревне находимся тут птички поют все так тихо природа а представляете как например в городе умереть то есть там чтобы умереть там еще столько денег надо тысяч что там или больше чтобы умереть чтобы тебя похоронили ну здесь мы живем в деревне здесь такого нету здесь тихо мирно тебя похоронят спокойно поставят крест вот здесь никаких затрат не надо вот но у нас здесь мы вчера тут порядок наводили у нас сейчас идет конкурс кто быстрее умрет тот рядом с бабой ляжет вот поэтому вот такие дела в общем ну все до новых встреч в новом видео если вам понравился этот ролик ставьте лайк делитесь этим видео с друзьями выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал впереди будет много интересного и полезного а